Министерством сельского хозяйства проводится работа по автоматизации процесса субсидирования. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявок 2,5 раза с 10 до 7 дней и снизит коррупционные риски. Так, в текущем году проведена полная автоматизация по удобрениям. Подано онлайн 20 тысяч электронных заявок. Проверка данных проводилась автоматически. Срок рассмотрения составил всего один день. До конца года полная автоматизация будет реализована по всем 14 направлениям субсидирования. Мы продолжаем выпуск. В Кадении учителя педагоги области отмечают большими достижениями. На торжественном вечере в Астане сразу трое казардинских учителей, названные в числе лучших педагогов страны. В областном центре в честь представителей одной из самых гуманных на земле профессий был дан грандиозный бал. Счастье учителя в достижениях учеников. В огромном зале собрались представители одной из самых почетных профессий. У каждого за спиной десятки выпускных классов, многолетний опыт и стаж. Кумир многих поколений учеников школы номер 198, человек-легенда Марк Захарович Подольский. Педагог с 60-летним стажем он внес неизмеримый вклад в развитие сферы. По его словам, он ни на минуту не пожалел, что выбрал эту специальность. Поздравляю всех учителей, все население города, замечательным днем, всенародным праздником, днем учителя. Учитель – это выдающаяся должность. Благодарен учителям, с которыми работал. Я благодарен всем ученикам. Учителей на балу было не узнать. Поменяли свои деловые костюмы на вечерние наряды. Все в этот день было только для наставников. Им были предподнесены роскошные букеты. От имени Акима области поздравил педагогов с праздником заместителя Акима области Руслан Рустемов. Учитель – великое звание. Именно учитель выполняет важную миссию. Вкладывает в своего ученика знания, высокие ценности всего человечества и своего народа. Воспитывает любовь к родной земле. День учителя занимает особое место в календаре. Это один из самых почитаемых праздников. Область лидирует по вложениям в социальную сферу, в том числе в образование. Отдачи есть. По результатам ЕНТ регион в пятерке лучших. 98% выпускников прошлого года поступили в вузы и колледжи. По труду и награда. Три педагога области учителей истории школы-интерната для одаренных детей номер 4 Асимфоль Жаксылыкова, учитель биологии Назарбаев интеллектуальной школы Дариха Мунарбаева, зав. отделения высшего агротехколледжа Магрипа Айтенова признаны лучшими и получили награду и премию Министерства образования и науки. В этом году у нас есть отличная новость о том, что три наших педагога получили номинацию «Учители года в Астане». Это одно из лучших достижений нашей области, и этому очень рада. На торжественном вечере трое учителей были удостойны почетного звания отличников образования. Еще трое – высшие награды в сфере образования нагрудного знака Ибраалт Нцарин, в их числе ветеран образования Кулейша Ауспанова. 37 лет педагог проработала в школе-лицее номер 5. Я очень рада и благодарна прежде всего моей школе, где я преподавала, моей родине, нашим государству, нашему лидеру за уважение к труду учителей, за создание условий для них, за огромные вложения в школу, которая воспитывает будущее страны. В честь учителей был дан большой концерт. Агейм Туриман, Бажан Кужамуратов, Досхансатпа, телеканал Казларда.